Здравствуйте, уважаемые зрители! Рад вас снова приветствовать на канале Среда Обитания. Огромное спасибо, что зашли посмотреть мой очередной видеоролик. Сегодня он будет посвящен двум столицам. Первый город – это город Хельсинки, который находится у нас в Финляндии. И второй город – Таллинн, который, соответственно, находится в Эстонии. Оба города располагаются фактически на берегу Балтийского залива и граничат между собой точно так же через Балтийский залив. Такую интересную идею мне подкинул один из моих зрителей, что я с удовольствием, конечно же, и делаю. Ну и хочется мне начать с города Хельсинки. Это столица Финляндии, расположена в южной части страны на полуострове в Финском заливе. На центральной улице города туристов привлекают национальный музей, экспозиция которого посвящена истории Финляндии с Каменного века до наших дней. Представляете, даже с Каменного века. Это монументальное здание парламента и музей современного искусства – Киасма. Над гаванью Хельсинки возвышается краснокирпичный Успенский собор с богатым декором. Ну, мы постараемся, конечно же, все это посмотреть. Вот таким образом выглядит город со спутником. Ну, а по традиции мы отправляемся смотреть с вами либо железнодорожные вокзалы, либо автовокзалы. Здесь у нас попадается железнодорожный вокзал сразу же. Ну и давайте с него начнем. Вот таким образом он выглядит. Интересным мне стала вот такая вот отделка зеленого цвета. Посмотрите. Здесь вот тоже стоит башня с такими часами. И тоже вот с зеленой отделкой можно наблюдать. Вот здесь мы можем посмотреть такие вот брельефы, довольно-таки огромные фигуры. И вот посмотрите, что символично – они находятся в масках. Ну, да, сегодняшняя ситуация, конечно же, это все обязывает. Может быть, как напоминание гостям и жителям города в том числе. Ну, в основном, конечно же, гостям. Вот такой вот замечательный вокзал встречает туристов и гостей города. Ну, не только туристов и гостей города, конечно же, и людей, которые живут в этом городе, возвращаются после путешествий, либо каких-то деловых поездок, возвращаются в этот город. Они посещают непосредственно вот этот вокзал. Вот таким образом он выглядит. Здесь вот посмотрите, что здесь кассы. Да, очень похоже, больше похоже на библиотеку, нежели на какой-то вокзал. Вокзал, конечно же, огромный. Можем смотреть, очень хорошо выглядит. Современное табло располагается. Здесь какие-то торговые точки. Можем наблюдать. Так, вот таким образом подходят поезда. Здесь вот, смотрите, тоже, наверное, я так понимаю, совмещенный что ли вокзал, железнодорожный, вернее, вокзал с автовокзалом. Потому что вот платформа для посадки пассажиров. Это сто процентов, конечно же. Ну, возможно, возможно, конечно, это более детально надо изучать. Давайте вместе, в принципе, полюбуемся такими видами вокзала. Так, ну что, давайте пройдемся по музеям. Вот музей, художественный музей перед нами представлен. Такой вот удивительной архитектуры. Очень красивый. В три этажа. Входной ансамбль вот такой вот интересный очень. Давайте зайдем внутрь непосредственно. Таким образом представлены здесь картины различные, ну, не знаю, известные, неизвестные личности. Но вот здесь портреты таких личностей. Так, ну, это более современное искусство. Здесь у нас уже животный мир представлен, птицы. Ну, вот внутри таким образом выглядит. Конечно же, посмотрите, тоже очень здоровская архитектура. Музей огромный. Ну, вот тот музей, который я говорил вам, что представляет историю Финляндии аж от каменного века. Ну, посмотрим его отдельно. Только я боюсь, вот как бы здесь не были перемешаны вот эти вот фотографии все с того музея истории Финляндии. Вот в чем дело. Ну, я так понимаю, что нет. Все-таки это более художественный музей. И вот именно представлены по нем вот такие вот изображения, такие полотнища. Вот здесь вот, честно говоря, первое мое впечатление, что это даже не картина, а фотография. Мне так показалось, что это фотография. Ну, нет, это рисованные картины, друзья мои. Вы только обратите внимание, как прорисованы все детали. Это же надо же, вот какой талант у людей. Только подумайте, а. Такая красота, просто невероятно. Съемки у нас январь 2020 года. Достаточно тоже свежие здесь. Вот так выглядит данный музей. Вернее, вот так выглядят работы. Здесь очень печальная картина. Давайте все-таки ее пропустим. То же самое, какое-то пожарище. Скульптуры присутствуют вот такие вот интересные. Вот очень странная скульптура. Загадочная такая, даже, я бы сказал, какая-то мистическая. И понятно, что это такое. Ну, я не думаю, что, наверное, вряд ли с Финляндии кто-то будет просматривать. Как обычно, хотел сказать, скажите, напишите в комментариях, что это за фигура. Ну, а там, бог его знает, конечно же, может быть, и с Финляндии зрители придут ко мне на канал и посмотрят ролик о своем городе, о своей столице. Конечно же, нельзя не показать кафедральные соборы и Сенатскую площадь, друзья мои. Вот таким образом выглядит это величественное здание. Огромное, красивое, конечно же. Смотрите, какие ступени идут. Интересно, сколько здесь ступеней? Кто знает, напишите в комментариях, если кто знает. Внутрь заходим вот этого собора. Здесь такой замечательный орган присутствует. Памятник. Вот здесь более какая-то историческая фотография. К сожалению, нет года, когда сделано. Жаль. Я очень люблю исторические фотографии именно посмотреть. Ну и сам собор вот так издалека. Смотрите, с подсветкой. Интересно, что здесь показано было. Площадь довольно-таки большая. Ну что, попадаю вот еще в один музей. Написано городской музей Хельсинки. Но я так понимаю, что это навряд ли по истории Финляндии, а именно по истории города Хельсинки данный музей. Ну вот по истории Финляндии, с самой стороны, давайте сейчас я буду искать. Обязательно мне тоже хочется посмотреть, что из себя представляет этот музей, какие там экспозиции, почему даже с каменного века историю можно просмотреть. Ну вот здесь вот, наверное, такой тоже более старый быт жителей, финских жителей именно. Ну не столь уж и старый, но в принципе, возможно, даже уже и почти век прошел, как люди жили таким вот образом. Давайте посмотрим еще несколько экспозиций. Вот здесь представлено... Да что представлено? Да я даже не могу сказать вам, что это такое, интересно. Ну вот панорама сзади, это вот старая фотография. Здесь трамваи проходят, довольно-таки старая фотография. Я думаю, что это, ну прям начало 20 века. Хотя, может быть, ошибаюсь, может быть, где-то середина, послевоенные годы. Вот тоже очень старая фотография. Посмотрите, в этом музее представлено. Скорее всего, это торговые ряды какие-то. Тоже трамваи проходят. Смотрите, как символично сделано. Вот здесь как раз экспозиция по этим трамваям, которые мы видели. И мы видим здесь вот рельсы, как будто бы элемент, элемент декора города какого-то. Есть какой-то такой вот внутренний дворик здесь. Ну, в принципе, да. Наверное, в музее в этом более представлено все по городу Хельсинки. Непосредственно по городу Хельсинки. Так, можем вот так посмотреть, покрутиться. Так, ну вот, я сразу же нашел Успенский собор. Давайте его посмотрим, как я и обещал. Собор располагается непосредственно на горе, поэтому он так достаточно хорошо возвышается и как бы смотрится более величественно и с различных точек. Даже в горы его видно, кстати говоря. Таким образом вот выглядит иконостас внутри. Посмотрите, какие массивные колонны с хорошей отделкой. Вот так собор выглядит издалека. Давайте посмотрим. Тоже опять более исторические какие-то изображения. Да, красный кирпич, конечно же. Внутри смотрим. Ночные панорамы. На самом деле, просто издалека посмотрите. Фактически, наверное, тут со всего города можно увидеть, если не заслоняют какие-то еще строения непосредственно. Так, ну вот так по такой табличке можем определить, что был построен в 1860 году. Дум, данный собор. Здесь дарование, конечно же, у иконы. Посмотрите, сколько даров. Обычно говорят, вот если я не прав, может быть, обычно это делают те люди, которые молились и им реально помогло. На самом деле искренне молились, просили Бога о помощи, просили Святого о помощи. И они потом вот размещают вот такие вот дары в честь того, что как бы совершилось там, ну, можно сказать, чудо, допустим, да. И все хорошо, все нормально. Но опять, как правило, что просит? Здоровье. И все в порядке. И потом вот преподносит вот такие вот различные дары. Благодарят высшие силы, будем говорить так, чтобы никого не обидеть, в принципе. что им, конечно же, помогло. Ну, мне хочется сказать, храни всех Господь, храни всех, всем дай Бог здоровья, чтобы все было у всех хорошо. Такой вот замечательный собор. Конечно же, одной из достопримечательностей является рыночная площадь. Не можем пройти ее стороной. Здесь огромное количество пеших зон, огромное количество каких-то кафешек, ресторанов, закусочных. Приобрести можно всевозможные здесь явства. Отведать, посмотрите, сколько всего наготовлено. Вот так с удовольствием обслуживают. Семнадцатый год, никакой пандемии, красота. Масок нет. Все открыто, доступно, в принципе. И люди ходят, приобретают спокойно. Это карнабесие все-таки, я думаю, закончится. Мы вернемся когда-нибудь вот к этой нормальной жизни, которой и жили. Да, очень много всего представлено. Видим, да, и сувениры, и продукты питания, ну и так далее. Такая вот рыночная площадь. Так, обращаю ваше внимание, что есть вот такие вот открытые места, открытые кафе, открытые веранды, если уж точно говорить. Ну и, конечно же, здесь такой вот общий вид на город. Ну, больше не на город, конечно, больше здесь на пристань. Необыкновенно красиво. Ну вот, друзья мои, я так понимаю, что мы попали непосредственно на Национальный музей Финляндии. Вот как раз музей истории написан. Так мне дает информатор. Вот как-то почему-то сложно было найти данный музей. Съемки апреля 21 года. Очень-очень свежие. Не ожидал, что именно вот такое вот здание. Я на самом деле не просматриваю. Вот первый раз смотрю и впечатляюсь вместе с вами. Первый раз это все просматриваю. И мне, конечно же, под впечатлением я по поводу того, что здание вот таким образом выглядит, такого готического стиля какого-то. Так, ну вот мне интересно, что же здесь представлено, если мы правильно с вами попадаем, что же здесь представлено с каменного века. Вроде бы как вот исторический музей нам указали. Но пока я ничего особенного не вижу. Вижу только красивую какую-то отделку. Мебель старинную мы видим с вами. Столы, стулья, знаменитые люди, фотографии. Ну и пока и все. Вот как это. Ага, вот посмотрите, какая интересная экспозиция. Часы, старинные часы. Всевозможные формы. Ну надо же. Посмотрите, какая интересная форма здесь представлена. Вот я, допустим, первый раз вижу это все и даже не представлял, что такой формы. Бывают часы. На самом деле, первый раз все это встречается. Конечно, очень интересно. Ну вот и вся история, в принципе. Все остальные изображения мы можем наблюдать. Это только вот что-то, что-то с улицы. Смотрим еще один, друзья мои, художественный музей в городе Хельсинки, что в Финляндии. По поводу музея истории я даже расстроился. Думал, что что-то больше посмотрим. Но, к сожалению, не получилось. Ну а вот данный художественный музей, я так понимаю, что здесь больше все-таки какое-то современное искусство. И что-то какая-то нагизна вот эта присутствует. Непонятная мне, конечно. Вот то же самое. Ну, более современное что-то представлено. Вот такая мартышка сидит. Тут опять голые. Не знаю. Есть еще один вот такой интересный музей. Называется музей ежедневной газеты. Вот таким образом он выглядит, друзья мои. Можно зайти посмотреть. Да, все посвящено печатной продукции, прессе, ну и так далее. Какой ежедневной газете, не знаю. Может быть, всем газетам вместе взятым. Вот такие телефоны представлены здесь. Короче, старинные какие-то средства связи. Плюс еще что у нас в пищемашинке здесь присутствуют. Это кто такой? Шалтай-болтай, либо почтальон тех времен. Печатный станок. Посмотрите, какой старинный печатный станок. Подумать только, друзья мои. Сейчас мы постучали по клавиатуре. Все готово, все напечатано. Нажали на кнопочку. Принтер нам распечатал. А раньше, вот представьте, вот так. Что-то как-то нужно тут. Я даже не представляю, как он работал раньше. Представляете, вот что-то там набирались буквы. Нажимали, пропечатывали на газете. Что-то как-то было. Какой текст надо было набрать отдельно. Как это все работало. Очень странно, конечно. Вот более современный печатный станок, я так понимаю. Но тоже, тоже вот элементы истории мы с вами можем просматривать. Тут тоже самое. Вот такие вот агрегаты были. Сейчас компьютер стоит. Непонятно вообще, вот первый компьютер. Прочевываемся только что и сказал. Таким вот образом он выглядел. Монитор. Да, с такого биткоин не покачаешь, конечно же. Конечно же, нельзя не посмотреть знаменитый парк Эспланады. Вот таким образом выглядит он. Так, кому поставлен памятник, друзья мои, тоже не будем разбираться. Давайте посмотрим просто красивые места в этом парке. Таким образом он смотрится. Так, сентябрь 2019 года. Но вот покрытие мне не нравится, например, как хотите. Это какая-то отсыпка. Может быть тут что-то должно дальше делаться. Не знаю. Я считаю, что даже лучше, может быть, там закатать бы это в асфальт. Ну, плитка, конечно, это естественный процесс. Да, вот старинная, причем, смотрите, старинная брусчатка здесь лежит. Очень давно ее стелили. Ну, от этого не хуже общий вид. Таким образом выглядит все. Но, тем не менее, все равно, понимаете, вот просто какая-то отсыпка для центра города, в принципе, для столицы. Ну, может быть, уже вот по современным меркам это все как бы не приемлемо. Ну, не стильно, скажем так. В принципе, может быть, приемлемо. Но, опять, это чисто мое мнение. Там, в принципе, подумайте сами. Нравится вам, не нравится. Выражайте свое мнение в комментариях. Я вот опять уже начал что-то комментировать больше, хотя старался в последнее время этого не делать. Ну, вот приходится. Ведь же смотришь на это, на все, опять же появляются какие-то мысли, эмоции, да, и приходится как-то выражаться. Хотя вот меня довольно-таки часто было, что даже ругали за то, что чрезмерная эмоциональность там по поводу некоторых моментов. Ну, и вот я как бы изменил стиль комментирования того, что мы видим. И больше предпочитаю, конечно, чтобы зрители прокомментировали, а уже на комментарии я потом ответил бы. И также выразил свое мнение по поводу всего увиденного непосредственно в комментариях, но не в роликах. А так мы наслаждаемся красивыми видами многих городов из многих стран, друзья мои. Поэтому прошу максимальных каких-то положительных эмоций набраться от моих роликов. Ну, и положительный комментарий также писать, какой-то негативизм, какие-то оскорбительные или даже угрозы, они уже сейчас на YouTube не проходят автоматически, друзья мои. Поэтому я ваши комментарии с угрозами там или оскорблениями даже не вижу. Можете их писать, они уходят сразу в спам и потом исчезают через 60 дней. Вот так устроен сейчас YouTube. Поэтому давайте просто дружить, общаться, делиться своими впечатлениями и мнениями. Вот это для меня более интересно. А оскорбительные какие-то комментарии писать там, ну нет, это неприемлемо. И для меня в том числе я со всеми зрителями стараюсь общаться очень культурно, отзывчиво в том числе. Исполнять ваши просьбы, прислушиваться к вашему мнению, ну и так далее. Поэтому давайте, давайте все-таки больше дружить. Вот это моя позиция. Еще один музей современного искусства, друзья мои, я нашел. Здесь вот такие экспонаты представлены. Сейчас посмотрим дальше. Некоторая часть вот этих экспозиций взята у коллекционера Сигурда Фрост и Русто. Ну не то что взята, возможно была им подарена даже. Ну часть вот определенных коллекций. Современное искусство, музей современного искусства. Определенные такие экспозиции тоже здесь присутствуют. Хотя, как я уже не раз говорил, когда мы смотрели с вами музей современного искусства в различных странах, в различных городах. Есть, безусловно, очень интересные экспозиции, которые несут в себе такое вот определенное смысловое какое-то начало. У нас замысел определенный. Ну а есть, друзья мои, просто вот, не знаю, так слепились с того, что было и о чем там речь. Ну возможно, может чего-то я не допонимаю. Я уже об этом говорил. Поэтому тоже, опять же, стараюсь не комментировать. Я жду ваше мнение, жду ваших впечатлений в комментариях по поводу современного искусства. Посмотрим еще, давайте, музей естествознания. Скелеты исчезнувших животных. Ну да, можно назвать это одним, как бы, словом, что это динозавры. Мамонт вот так вот представлен. Интересно, Финляндии были остатки мамонта найдены? Или где-то еще? Или это просто вот так построено? Чучело мамонта, да и все. Всего лишь навсего. Акулы, медведи. Тоже страшные хищники. Ну вот, пожалуйста, представитель более жарких стран, который, конечно же, не живет в Финляндии, но он здесь есть. Ну что, музей естествознания? Ничего страшного. Все может быть. А вот тут, смотрите, какая прикольная картина. Так как два жирафа отдыхают. Что-то еще по типу в руке держит, да? Кажется. А, держит что? Чашку, чай пьют. Вот так. Ну просто здорово, конечно. Повеселили. Посмотрите, какая интересная лестница. Вот просто завораживает. Вот так. Так, ну это аномалия. Две головы, утеленка, тигр. Ну вот, такой музей естествознания. Ну, жирафы вообще красавцы. Смотрите. Сидят, отдыхают. Ну что, отправимся в городе Хельсинки, в городской парк, друзья мои. Все уже, в принципе, я ролик затянул. Получается, в любом случае. Ну вот, некоторые все равно виды города мы также с вами просматриваем. И поэтому, почему бы и нет. В следующий раз погуляем с вами непосредственно по городу. Вот, опять же, общие виды города Хельсинки. Смотрите, город большой, столица. Но вот, опять же, даже несмотря на массивные здания, насколько он, насколько он вот уютный на самом деле. Вот, смотрите, даже вот вдали мы посмотрим с вами. Таких высот, каких-то нагромождений, допустим, нет. Да, много тоже проводов здесь. Понятно, ходят, я так понимаю, трамваи. Но, тем не менее, общий вид. Все равно, довольно-таки уютного города. Вот так, давайте посмотрим. Смотрите, панорама какая. Я думаю, даже может быть бессмысленно второй части снимать, потому что понятно, что город красивый, ухоженный и так далее. А давайте вот я некоторые виды просто-напросто включу и в этот ролик, чтобы второй раз уже нам не встречаться вот здесь. Хотя, почему не встречаться? Можно посмотреть и погулять по улицам. Это, в принципе, не запрещено же. Общие виды давайте посмотрим вот таким вот образом. На залив. Да, ну вот мы пошли в парк с вами. А видите, как погуляли даже уже и по улицам, и по самому парку. Пожалуйста, вот такой вот вид. Я думаю, что город сам по себе, здания, там улочки, конечно же, они выглядят замечательно. И вот вторую часть, возможно, и даже снимать бессмысленно. Да, если будут просьбы, конечно же, мы с вами пройдемся, прокомментируем. Обязательно поговорим по улицам города. Обоих городов, вернее, и Таллина, и Хельсинки. Давайте, наверное, переходить в Эстонию и посмотрим, погуляем по городу Таллин. Ну, вот общий вид на город. Так, здесь вот могильные плиты, вот такие вот, конечно же. Я понимаю, что это, ну, какое-то захоронение, скорее всего, очень может быть старое. Ну, вот в черте города, может быть, несколько неприемлемо. Это, не знаю, белка. Ну, и виды, виды непосредственно в этом парке. Ну, вот здесь вот, наверное, после урагана переломанные деревья какие-то. Здесь даже, вот посмотрите, какой-то спектакль, какое-то действие даже разыгрывается. А, здесь вот, посмотрите, можем мы увидеть это еще с высоты птичьего полета. Это там амфитеатр. Такая прилегающая территория, парк. Ну, хотя здесь ноябрь, конечно же. Давайте еще с высоты птичьего полета полюбуемся на город и отправимся в Эстонию, в город Таллин. Теперь отправляемся, друзья мои, в город Таллин, город на берегу Балтийского моря, столица и культурный центр истории. Одной из главных его достопримечательностей является окруженный стеной старый город с мощенными улицами, кафе и магазинами, конечно. Также есть интересное место артиллерийская башня. Есть еще одно интересное место. Это 64-метровая Таллинская ратуша. Она располагается на главной исторической площади Таллина и выполнена в готическом стиле. Мы ее тоже с вами постараемся обязательно посмотреть. Есть церковь Святого Николая, где сейчас представлены различные предметы церковного искусства. Тоже постараемся туда с вами отправиться. Ну, а начнем, наверное, с чего? Начнем с вокзала. Ну, в городе Таллин, что в Эстонии, мне хочется смотреть и железнодорожную станцию, и автовокзал. Они расположены здесь недалеко, как обычно, памятник всем поездам. Сами поезда вот таким образом выглядят. Хорошая прилегающая территория. Вот, судя по отзывам, говорят, что не совсем понятно, где даже здание автовокзала здесь, где киоски расположены. Вот в чем дело. Ну, скорее всего, вот само здание этого автовокзала. РЖД, пожалуйста. А, сентябрь 16-го года еще. Я не знаю, сейчас поезда вообще проходят через Таллин. И вот именно поезда с Российской Федерацией. Не могу сказать даже. С этими санкциями, запретами, с этой долбанной политикой вообще непонятно ничего. Как людям путешествовать, как посещать. Политики с ума уже сошли. Но я не хочу ни в коем случае на канале, чтобы, ну, как бы, больше было каких-то политических моментов. Поэтому мы их с вами и не касаемся. Но, тем не менее, вот опять же говорю, как людям, простым людям просто путешествовать, непонятно. Так, ну, давайте попробуем. Посмотрим еще автостанцию. Честно говоря, не знаю точное здание. Ну, наверное, да, точное. Вот оно и присутствует. Здесь есть места определенной торговли какой-то. Вот тоже. Столики даже стоят. Здесь эскалатор. Здесь какие-то вот указатели такие. Не совсем ясный вид на город тоже. Вот смотрите, сразу же можем тоже понаблюдать некоторые моменты. У нас открываются прилегающие территории. А, нет, ну, а, 19-й год, в принципе, да, друзья мои, 19-й год. Панорамы. Можем даже пройтись, посмотреть автовокзал. Так, ну, вот такие вот автобусы стоят. Давайте еще чуть продвинемся. Что-то здесь вот запикселизовали все это. И толком автобус не можем посмотреть. Ну, прилегающая территория, хочу сказать, конечно, может быть, не совсем уж и хороша. Не совсем хороший вот этот асфальт. Но, тем не менее. Ну, что ж, давайте теперь пробежимся по интересных местам в городе Таллин. И у нас художественный музей. Таким образом выглядит вот это замечательное здание. Просто посмотрите, в каком состоянии само здание. И прилегающая территория интересная. Вот, смотрите, такой здесь разбит сквер. Очень интересный, с фонтанами. Посмотрите, насколько оригинальный и уникальный, скажем так, даже ландшафтный дизайн, прилегающий к этой территории, к этому музею. Можем зайти внутрь, но здесь просто одни впечатления. Тут, не знаю, наверное, не стоит даже и комментировать, а просто насладиться вот такими интересными видами. Такой замечательный камин, либо правильно назвать его, может, даже не камин, а какая-то печка. Просто невероятная, посмотрите. Так, ну, некоторые изображения есть вот художественные, есть вот такие вот фигуры присутствуют. Такая вот аллея интересная сделана, из чего она, конечно же. Опять возвращаемся к этому камину. Здесь у нас, видим, проходит вблизи вот такой канал. Ну, и элементы, элементы, вот, представленные в этом музее. Давайте посмотрим. Говорю, есть и картины, есть и какие-то фигуры даже. Вот, к сожалению, особо внутри посмотреть не удается, друзья мои. Вот, я очень разочаровался, что в городе Хельсинки, исторический музей, мы, в принципе, так и не смогли с вами просмотреть. Очень хотелось, конечно, посмотреть более подробно, но вот, к сожалению, к сожалению, все, что есть. Сентябрь 2020 года изображение. Давайте прилегающую территорию вот с такой панорамы посмотрим. Смотрите, какая красота. Вот просто давайте погружимся, я не буду ничего говорить по этому поводу. Есть вот такое интересное историческое здание, Ревельская крепость, таким образом, выглядит. Давайте с вами обратим внимание. Ну, а вот башня Длинный Герман. Это, наверное, самая основная такая достопримечательность вот этой исторической цитадели, друзья мои. Вот вид, опять же, с этой башни, я так понимаю, скорее всего, на ночной Таллин. Можем посмотреть. Стена этого здания непосредственно. Обзорный вид на город. Зимний пейзаж. Опять Герман виден издалека. Стоит нам также, друзья мои, посетить Эстонский музей под открытым небом. Здесь представлены такие вот древние жилища. Посмотрите, как раньше люди жили. Такие вот маленькие окошки, еле заметные. Низкие потолки. Ну, понятно, чтобы тепло высоко не поднималось, так как абсолютно тут фактически не было никакого подвала, не было ничего, завалинка никакого. Вот. И фактически жилище стояло на земле. Ветряная мельница вот таким вот образом выглядит. Ну, опять вот это жилище можем старинное посмотреть с загоном определенным. Здесь уже какие-то более новые здания. Не могу сказать, что они себе представляют. Вот такая вот по типу юрты что-то сделана. Какой-то грот. Так, ну вот так представлен быт. Быт представлен, ну, может быть, даже 19 века, скажем так. Определенные здесь элементы. Есть стол, стулья. Здесь что? Так, это, скорее всего, какая-то швейная машина. Лампа. Да, посмотрите. Ну, вот так было, как бы, наверное, на 19 век. Есть в Таллине также свой зоопарк, конечно же. Представлены различные животные. Вот белый медведь видим. Так, дальше что у нас здесь? Слон, розовый фламинго, да, не сказал, конечно же. Словушка. Ну, в общем, различные животные. Так, заинтересовал мне вот этот вот парк. Приключение называется. Ну, понятно, да, что это из себя представляет. Сейчас достаточно модный веревочный парк, так называемый. Здесь бассейн под открытым небом, посмотрите. Есть вот такие плавательные дорожки. Ну, здесь, наверное, я так понимаю, какой-то парк. И вот, вот эти вот веревочные, вот этот вот парк представлен. И тут же заливается каток. Тоже можно в зимнее время покататься на коньках. Ландшафтный дизайн такой. Еще один парк, давайте посмотрим. Тоже городской. Такое вот тихо и уютное место. Вот, смотрите, опять по архитектуре. Видите, как Эстония резко отличается от Финляндии. Здесь более высотные здания присутствуют. Можем видеть с вами. Здесь такая вот русалка плавает. Или как ее назвать правильно? Съемки у нас август 17-й год. Такие вот здания тоже просматриваются с этого парка. Неплохой ухоженный парк, красивый. Видно, что... Вот, пожалуйста, 2021 год. Наверное, это к Новому году такая инсталляция. А вот опять, смотрите, какая разница, да? Вот, пожалуйста, в 2018 году было все в снегу. Есть в Эстонии такой мемориальный комплекс по жертвам крушения корабля-русалка, друзья мои. Здесь ангел, вот, стоящий на таком постаменте издалека. Хотя место, конечно же, ухоженное, красивое. Сюда приезжают молодожены. Так уж принято, так уж сложилось. Да, на самом деле место такое душевное, скажем так. Открывается такой вот вид. Тоже можно просто тут даже не комментировать, а просто посмотреть на вот эти все красивые места. Вот тут такой корабль отходит. Красивый вид на балтийский закат. Ну и сами места. Вот здесь неожиданно мне попалась смотровая площадка, друзья мои. Ну и не мог пройти мимо, не полюбоваться на старый Таллинг. Таким образом вот он выглядит. Ну что, достаточно красиво, такая вот наглая чайка. Ну почему наглая? Добрая. Не боится людей, видите, подошла близко. Молодец. Ну и люди молодцы, не обижают. Вот поэтому чайка такая добрая. Скорее всего прикормленная уже. Вот позирует. Скажите честно, на что больше смотрели? На город или на чайку? А может это не чайка? Я неправильно сказал. Вам, мне кажется, чайка. Ладно, я не орнитолог. Так, ну здесь же представлены определенные виды старого Таллина. Непосредственно. Опять же, я говорю, если будут какие-то желания, пожалуйста, мы обязательно с вами пройдемся по улицам. Еще пишите в комментариях, если можно или нужно посетить улицы. Я думаю, что они выглядят здесь здорово, в обоих городах, что в Хельсинки, что в Таллине. И поэтому я больше и вот сегодня посвящаю ролик достопримечательностям. Есть вот одна из достопримечательностей в городе Таллинн. Это башня толстая Маргарита. Ну и правда, она смотрится, конечно же, довольно-таки толстая. Внутри располагается данной башни музей морской тематики. Ну вот, кое-что мы с вами можем здесь и понаблюдать. Кстати говоря, по ходу, опять же, смотрим с вами и на город. Вот такие экспонаты представлены внутри этой толстой Маргариты. Маргарита. Очень-очень толстая. Вот тут сундуки с сокровищами. Ну, правда, сокровища уже нет. Сокровища исторически уже представлены, которыми надо любоваться. Ну что, посмотрим Таллиннский городской музей. Вот, опять же, доспехи рыцарей. Как я всегда говорю, я удивляюсь, как вообще в этом можно выходить. Не то, чтобы сражаться. Это же вообще жуть. Фарфор. Ну, думаю, тоже он, конечно, исторический. Смотрите, какая ценность. Невероятно сохранился. Что, конечно, здорово. Давай эти экспонаты еще смотрим. Экспонаты. Подсвечники. Посмотрите, какие здоровские подсвечники. Ну, просто произведение искусства. Что там говорить? Здесь такие вот жбаны, кастрюли. Не знаю, чего тут. Вот супы варить. Гжель. Да, или, ну, может быть, я ошибаюсь. Что-то похожее на гжель. Это такая вот статуэточка интересная. Ну, старинные корабли, конечно же, пусть даже макеты. Ну, тоже произведение искусства. Тоже, как люди додумались такое все построить раньше. Давайте пройдемся немножечко по духовным местам. Александр Невский собор, друзья мои. Очень величественные, красивые сооружения. Такое невероятно, невероятно духовное. Судя по отзывам, опять же, можем зайти внутрь тоже посмотреть. Ну, классический иконостас, соответственно. Здание тоже довольно-таки далеко видно в городе, я так понимаю. Красивое, величественное и говорить нечего, конечно же. Давайте посмотрим исторические памятники. Это, конечно же, крепостные стены и башни города Таллина. Что я, в принципе, обещал показать в самом начале ролика. Тоже невероятные, конечно же, сооружения, друзья мои. Все это строилось, строилось вручную, людьми. Сохранилось до сегодняшних времен. Конечно же, где-то состояние может быть не очень, но где-то и еще хорошее. Ну и плюс, конечно же, благо то, что за всем за этим осуществляется уход. И думаю, что вот эти исторические памятники подобные, они сохранятся и сохранятся еще на долгие годы. Вот такая крепостная стена идет. Ну и, конечно же, смотрим Таллинскую ратушу, которая выполнена в готическом стиле, о чем мы говорили тоже в начале ролика, друзья мои. Можем вот тут тоже зайти внутрь, посмотреть. Причем здесь несколько панорам. Кроме всего прочего попадаем тоже, смотрите, на улицу. Новогоднее изображение. Да, декабрь 2018 года, друзья мои. Подсветку можем наблюдать. Очень много людей гуляет. Здесь уже людей поменьше, конечно же, да. Ну и вот сами виды на эту городскую ратушу. Ну что же, друзья, предлагаю еще погулять по одному из парков в городе Таллин. И, наверное, на этом будем заканчивать. Если будут пожелания, пожалуйста, напишите в комментариях. Я проведу обзорную экскурсию по улицам непосредственно этого города. Ну и заодно напишите, какие бы еще достопримечательности можно было посмотреть. Я их сделаю тогда во второй части. Если особо не будет желаний, в принципе, вторую часть можем мы и с вами не записывать тогда в этом случае. Мы посмотрели интересные места, ну и, в принципе, элементы, я говорю, опять же, города, улицы где-то все равно нам попадались. Мы это видели. Да и что говорить, столицы выглядят что в Финляндии, что в Эстонии, конечно же, очень-очень здорово. Еще одно такое вот, такой парк, природное такое место. Ну и на этом я буду заканчивать свой обзор, друзья мои. А всем огромное спасибо за внимание. Сегодня у нас был город Хельсинки и город Таллин. Пишите комментарии по поводу увиденного. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Впереди будет много чего интересного. Субтитры сделал DimaTorzok